добрый день мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале экзегет вы спрашиваете как помочь ребенку с первой исповедью ну давайте начнем с того что ребенок вам доверяет вход как правило первой исповеди это где-то около семи лет вот плюс-минус ребенок вам доверяет а незнакомому дяди не доверяет поэтому готовить ребенку к первой исповеди вам вот они незнакомому дяди у дяди может быть и знакомый с бородой конечно если он до этого был вхож в семью и конфеты дарил ребенку и как-то в общем завоевал его расположение да и родители нам хорошо отзывались но все равно страшно вот а дети очень скрытные существа вот поэтому вам готовить ребенка к исповеди и вам вместе с духовником решать когда этой исповеди произойти есть дети которые очень развиты не по годам и подходят так прекрасно исповедоваться лет в пять думаешь господи помилуй мне бы так вот перед богом исповедоваться слезы наворачиваются на глаза есть дети которые в 10 лет к исповеди не готовы и вообще не понимают о чем речь и почему они должны что-то рассказывать вот ну и потом знаете должна быть мера во всем вот иногда вот есть молитва к причастию там есть одна молитва длинная шестая или седьмая на часто в молитвословах есть я всегда ее выбрасываю всем говорю выбросить там такие какие-то грехи уж перечисляются совсем думаешь что вот ребенок должен эту молитву прочитать его потом сказать что у него эти грехи есть тоже зачем так перегибать палку ну вот а самое главное самое главное это не выудить из ребенка какие-то его несовершенства которые ему понятно и вам понятно ничего там сложного нет а самое главное научить ребенку с богом говорить чтобы он знал что здесь вот у аналоя он лицом к лицу с богом стоит пусть он постоит помолчит даже вот пусть почувствует это вот к этому надо готовить ребенка в первую очередь а не к тому что он должен что-то там продолдонить что он маму папу не слушался брат и сестренку обижал уроки неправильно сделал это же обычно детская исповедь про бога там ничего нет должно быть про бога но все своем о чем-то мирском сами и детей туда же тащим а исповедь это же уникальная уникальная особенность христианской веры не надо идти в гору куда-то или переться в какое-то там паломничество в гималайи чтобы увидеть бога и сидеть там в позе лотоса сто лет ты подходишь к аналою с одной стороны ты стоишь а с другой стороны христос стоит вот что нужно ребенку объяснить а дядя с бородой он такой должен быть действительно не просто там советчика кто-то кто дрожит над этим событием жизни человека делает все возможное чтобы его никак не нарушить вот ту тайну будущего века тайну молчания соблюсти они говорить а ты это что сделал это рукоблудствовал ты что ты вот это что нависать там как это у нас бывает часто принято вы дорожите своей душой не дорожите дорожите душой ребенка хотя бы вот он так и запомнит что он виноват в чем-то мы же не про это мы про то что человека надо с богом познакомить чтобы он убедился в его существование которое наполнено любовью к нему и сострадание вот а исповедь это только же часть огромного целого мира пресвятой троицы в которой мы обязаны как родители и как церковь вести человека внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а а а а а а Продолжение следует...